В Москве проходит главное событие в сфере энергетики – трехдневный международный форум по энергосбережению и энергоэффективности. В этом году мероприятие объединило более 11 тысяч участников из 30 российских регионов и 10 стран. В рамках форума глава региона Сергей Морозов и корпорация развития Ульянской области подписали инвестиционное соглашение с давним французским партнером – компанией «Легран». Согласно документу, на территории промышленной зоны Заволжья будет построен завод по производству низковольтного оборудования. Выход на строительную площадку ожидается в конце весны следующего года. Общий объем инвестиций составит порядка 1 миллиарда рублей. На самом деле это наше второе соглашение этого рода. То, что мы получили от первого, это огромный шаг в периоде в нашей программе по логаридации. Все это делается в Ульяновске. И вот это второе соглашение для нас должен быть второй шаг еще дальше. И мы хотим достигать больше еще процентов. Мы хотим достигать, чтобы через два года у нас было 50% логаридации всех наших продаж в России. Низковольтное оборудование, начиная от бытовых розеток до сложных промышленных переключателей, рассчитано на длинную цепочку потребителей. Для жителей региона будет создано 300 новых рабочих мест. Во второй день форума Сергей Морозов и министр энергетики Российской Федерации Александр Новак приняли участие в церемонии подписания первого соглашения о сотрудничестве между компаниями «Фортум» и «Роснано». Целевая задача совместной работы – разворот строительства ветростанций по всей стране. Первый ветропарк будет построен в Ульяновске. Ветроэнергетика, судя по всему, начнется в Ульяновске. Ульяновский регион явную такую заявку на лидерство сделал для того, чтобы в будущем году пустить водоносланцию. В регионе была проведена громадная работа по ветроизмерению, по подготовке кадров, профессиональной компетенции и так далее. Это сделало возможную подготовку к проекту. Если его пуст пройдет в будущем году, как запланировано, это, собственно, будет первая в России современная ветростанция. Инвестиции компании «Фортум» в проект составят порядка 65 миллионов евро. А сам парк будет построен уже в следующем году. Вообще в Ульяновской области большие перспективы в отношении ветроэнергетики. Во-первых, очень хорошая логистика в регионе, большое наличие ветроплощадок и промышленный потенциал довольно высокий, который позволяет производить ветрогенератор целиком. Кроме этого, Сергей Морозов принял участие в работе Международного форума «Локализация производства, развитие промышленного потенциала и профобразование в России». Как результат – новое инвестиционное соглашение с немецкой компанией. Конечно, с учетом тех вопросов, которые ставят нам сегодня наши иностранные партнеры, причем не только из Германии, а вообще в целом, да и российские, то в том числе мы договорились с очень крупной немецкой компанией CCA Engineering о строительстве учебного центра по управлению инвестиционными строительными проектами. Общий объем инвестиций в проект немецкой компании составит более 10 миллионов евро и будет создано 20 высокотехнологичных рабочих мест. Дарья Сударева, Юрий Конихин, Новости Ульянской правды.